И зеленью гор В глазури осенние ветры, Пройдя сквозь гончарьи яла. Фарфор имеет какую-то особую прелесть. Это любимый предмет для коллекционирования. Вот это особое отношение к фарфору досталось нам по наследству. Может быть, это какой-то ген, который перешел к нам из 17-18 века. Ведь когда впервые в Европу стал попадать фарфор, к нему относились с особой бережливостью. И это не был предмет для такого утилитарного употребления. Китайский фарфор становился все более и более предметом обожания. Его выставляли в специальных комнатах. От Фуджоу на юг, через реку, пять дней едешь по красивым и знатным городам, замкам и поселкам. И во всем тут богатство. Есть в этой области город Денуги. Делают там большие и маленькие фарфоровые чашки. Лучших и не выдумаешь. Делаются они только в этом городе и отсюда развозятся по свету. Их тут много, и они дешевы. За один венецианский грош дают три. До таких красивых лучше и желать нельзя. Больше об этом не будем говорить. Пойдем вперед и расскажем о другом. Из книги Марка Полова. Мы знаем, с чего началась история русского фарфора. Был создан первый русский фарфоровый сервиз, так называемый собственный сервиз Елизаветы Петровны. Сервиз этот был очень дорог, ценился, им не очень-то пользовались. И целый ряд предметов вот дошло до нашего времени. Кстати, для Елизаветы были сделаны два сервиза, которые употреблялись в Петергофе. Это столовый сервиз. Он был украшен трильяжной сеткой рельефной, с цветочками. Ну, а был еще один совершенно замечательный, удивительно красивый чайно-кофейный сервиз. Он был украшен росписью, но самое главное, что все предметы были покрыты сплошь золотом. И вот этот золотой сервиз фарфоровой Елизаветы Петровны, собственный чайный сервиз, вот он уже в самом раннем периоде своего существования расценивался как своего рода драгоценность. Начало коллекции фарфора в Петергофе было положено императором Петром I. Для него все было интересно, и он интересовался как бы всеми нововведениями, он бывал в богатых домах. В Европе наверняка он видел вот эти коллекции фарфора, он понимает, что для создания особого престижа, для того, чтобы можно было сказать, что Россия тоже выходит в число передовых европейских держав, мало одержать какие-то блестящие победы военные, но нужно еще и показать, что в области культуры мы также эти завоевания осваиваем. Для размещения вот этой коллекции это небольшие фарфоровые чашечки, это красивые вазы китайские с крышками. Любимым дворцем Петра I был сделан специальный кабинет, он называется лаковый кабинет сегодня, он существует, и коллекция практически полностью сохранилась. Приемы, которые проводились в Большом дворце Петергофа, были грандиозны. Сейчас даже сложно представить себе, как можно было организовать прием здесь нескольких десятков тысяч людей. Я не оговорился. На этот счет есть очень точные документы, ну вот, например, в 1816 год было отослано пригласительных билетов более 17 тысяч. Но даже если приходило где-то 5-6 тысяч гостей, ну представьте себе эту огромную толпу в 5 тысяч человек. Причем эти мошкерады, эти балы, эти большие званные обеды, ну непременно включали в себя накрытие стола. Ведь накрывали столы по всем комнатам и залам. Накрывали и в специальных палатках рядом с дворцом, на галереях дворца. Накрыть эти столы сервизами, да сервизами достойными, сервизами, которые действительно соответствуют приему у императора, было очень сложно. Екатерина II очень внимательно отслеживала, какой смысл вложен в скульптуры, украшающие парадный стол. И парадный стол, и сервиз на нем – это один из важнейших элементов переговоров, дипломатических встреч, торжеств. И сервиз должен был поведать о мощи России, о ее успехах. В сервизах XVIII века часто присутствовали украшения центра стола. Это сложные скульптурные сооружения, настолько сложные, что, может быть, они были намного дороже, чем сам сервиз. Это так называемое филе или сюрту де табль, то есть украшение стола. Вот, сидя за этим столом и рассматривая эти фигуры сюрту де табль и заглядывая на изображения на тарелках и на объемных предметах, гость, вероятно, составлял себе представление этой гигантской России, которую он только чуть-чуть узнал при поездке в столицу российской. Здесь явно композиция, рассказывающая о военных победах. Это композиция трофеев так называемых. Это традиция античная. И воин, который здесь отдыхает в тени этих трофей, поглядывает на двуглавого орла. Вот он. Недвусмысленно здесь говорится о том, что этот воин – победитель российский. Ну, даром, что одет в такие странные доспехи. Ну, это вполне соответствовало художественным решениям того времени. И все складывается в нормальную дипломатическую картину. Могущественная страна принимает гостя. Все состоящие в кладовых вещи должны быть расставлены особо по сортам и достоинству. Например, богатые сервизы отдельно от других. Вещи, как бронзовые, так и других изделий, служащие к украшению столов, должны быть размещены также особо, наблюдая при том, чтобы вещи ценные, редко употребляемые, расставлены были с должной симметрией, сколь возможно красивее, с соблюдением предосторожностей, необходимых для лучшего сохранения их. Настоящий китайский фарфор. Он очень дорог. Как его делать, никто еще не знает. Идея получения фарфора, она как бы витала в воздухе. И она была, ну, где-то то же самое, как идея получения золота. Вот когда алхимики смешивали разные там какие-то металлы разные, материалы, и пытались при тех или иных условиях все-таки в результате вот этого смешивания, я не знаю, каких химических процессов, получить золото, то получение фарфора, оно, в общем, как бы вот шло примерно таким же путем. Но если золото получить невозможно, это был тупик, то фарфор-то получить возможно, понятно, он делается в Китае. Россия поддерживала очень хорошее и доброе отношение с Китаем. Тараваны, которые отправлялись туда, в Китай, везли наш товар. Там, среди людей, были шпионы, которые должны были выведать китайские секреты. Вот одним таким китайским, очень важным китайским секретом, конечно же, был фарфор. Выведали, и на основании того, что выведали, уже недалеко от Иркутска стали заводить фарфоровую, небольшую фарфоровую мануфактуру, но она была частной фарфоровой мануфактурой, там стали делать опыты, которые, в общем, вероятно, привели к положительным результатам. Наверное, там получился все-таки настоящий твердый белый прозрачный черепок, белый фарфор. Однако, политика, она играет важную роль в нашей жизни, потому что, с другой стороны, здесь, в Петербурге, уже была основана казенная парцелиновая мануфактура на берегах Небы. Там, в Иркутске, дело было приостановлено, потому что нужно было, чтобы барон Чирказов первым доложил императрице, что, наконец, фарфор готов. И, действительно, где-то в 1948 году уже появился настоящий первый русский фарфор на русской казенной парцелиновой мануфактуре, которая вскоре стала называться императорским фарфоровым заводом. Первые вещи появляются. Это так называемые пакетовые табакерки. Пакетовые мы их называли, потому что они имели четырехугольную форму и чаще всего их расписывали в виде письма. Письма, на котором написан адрес того, кому предполагали подарить эту пакетовую табакерку. В самих же дворцовых кладовых уже стояли сервизы из Англии и Франции. Слава майсонского и северского фарфора гремела по всей Европе. Императорская семья и знать всех европейских стран заказывала и украшала свои дворцы прекрасным дорогостоящим фарфором. Среди знаменитых сервизов, накрывающих столы пригородных дворцов Петербурга, есть так называемый хаск-сервиз. Внешне он, может быть, покажется неброским. Он был заказан Екатериной Великой в Англии на заводе Трури у знаменитого керамиста В. Аджуда в 1768 году. Причем этот сервиз уже в первоначальном составе насчитывал более 1400 предметов. Обширный сервиз, доставка которого заняла достаточно много времени. Но, наконец, он прибыл в Петербург и поразил всех легкостью черепка, удивительно красивой, гармоничной росписью, прекрасными формами предметов. Джозаево Эдрут это имя сегодня легендарное. Это имя своего рода эталон керамического мастерства. Сказывает, что он, когда готовились формы на его производстве, обходил мастеров в цехах. И если ему не нравился какой-то предмет, он достаточно грубо палкой разбивал уже готовые изделия с тем, чтобы не допустить появления на рынке с его подписью неугодных ему, недостаточно художественно интересно выполненных предметов. И, работая очень серьезно со своими керамистами на производстве, он добился фантастических результатов. Хацк-сервиз интересен не только по составу самой массы, по изящной, очень деликатной, по цветовой гамме росписи, по интересным формам, а, пожалуй, еще и по некоторым решениям рациональным, интересным для сервиза, которые довольно редко встречаются в Европе, в том числе в России. Вот, например, если мы взглянем на эти предметы, глубокая тарелка, под ней мелкая тарелка, и они опираются на некий предмет, который имеет очень странную форму. Если вы не знакомы с ним, а сегодня этот предмет уже не употребляется, то вам покажется он вообще довольно странным. Это вместилище для горячей воды. И вот эти предметы, которые заполнялись кипятком, на которые ставились уже фаянсовые тарелки сверху, служили таким способом подогрева блюда, который подавался на стул, с тем, чтобы он не остывал не вовремя. Этот сервиз в какой-то момент, судя по документам, был, наконец, осознан как сервиз особой ценности. И появилось распоряжение не накрывать в любой момент этим сервизом, как это делали в прошлом. И в течение всего 19 века в основном он хранился в кладовых. И очень-очень редко выставлялся на стол и использовался при накрытии, потому что ценность работы Шазаева и Джона была, очевидно, уже в начале 19 века. Этот великий керамист, а он именно великий керамист, с его именем связано столько открытий керамики, столько, создание стольких великолепных форм, это имя было признано очень рано. А сервиз этот, судя по всему, сегодня самый старый из сохранившихся сервизов работы Веджуда. Иногда вернувшиеся из Англии в Россию люди хвастались не только привезенными чашками и тарелками, но и забавными пивными кружками в виде карикатурных человеческих фигур. Они назывались Тоби, по имени английского литературного героя Тоби Филопота, большого любителя выпить и повеселиться. Русские частные фарфоровые и фаянсовые заводы быстро уловили покупательский спрос и стали выпускать Тоби в России. Толстяки с пивными кружками или мисками, наполненными едой, у нас получили название опивало и объедало. В 1846 году Николай I распоряжается изготовить большой, богатый, банкетный сервиз для Петергофа. В качестве образца был избран декор предметов известных с 1760-х годов сервиз с капустными листьями. Вот этот декор трактовался как напоминание о капустных листьях. Накрытый банкетным сервизом капустные листья стол производит очень сильное впечатление. Это красиво. Но ведь в основе лежит французский вкус. Это сервиз севра. Но русские мастера изготовили целый ряд совершенно новых форм. И вот часть из них здесь представлены. Это и предметы, которые у нас сейчас именуются салатницами, различные предметы суповые для бульонов, предметы, значение которых сегодня вообще кажется загадочным. Ну, например, вот по описи такие круглые предметы называются солонки, и у каждого прибора стоит этот предмет. Эти длинные, вытянутые, которые можно сгоряча тоже называть солонками, скорее всего, служили для размещения небольших паштетов. Для крема были вот такие предметы креманки. Но мы их знаем по сервизам 18 века. А вот этот предмет достаточно сложно определяется. Они идут по заказу раковины. Вот эти раковины обычно служили для размещения устриц. и иногда мы находим в документах упоминание, что это раковины для устриц. Хотя сколько можно разместить здесь? Одну устрицу? Что-то не то. Но так или иначе вот эти назначения предметов больших сервизов часто являются загадочными. Стекло непременная часть сервиза императорский стеклянный завод изготовил великолепные вазы в конце царства Александра Первой. Изготовил и посуду для напитков. Это и графины и рюмки. Все они бесцветные, кроме одной рюмки в составе каждого куверта. Это рюмки для рейнского вина. Да старая традиция русского стола, рюмки для этого сорта вина всегда делались зелеными. Они разные по оттенку, но всегда зеленые. 41-й год эвакуация, эвакуировать предметы такого рода невероятно тяжело, но их эвакуируют. Вот в эти ящики, которые были загружены сервизом, увы, не попал целый ряд предметов, в частности чайная часть. Ее посчитали малоинтересной и поздней, отдельные предметы взяли, а в основном все это было оставлено в Петергофе. Когда наши войска с боями продвигаются по восточной брусси, в Кенигсберг, в каком-то одном из городков натыкаются на ящики с надписью «Петергов». Наши солдаты вскрыли эти ящики, заглянули в них и увидели там удивительно красивые фарфоровые предметы. Это были предметы сервиза из Большого дворца, банкетного сервиза, капустные листья. Что с ними делать? Ну, распорядились так, упаковать и в Россию. В этой суматохе и неразберихе эти вещи ушли в Сибирь и добрались до станции «Зима». Вот именно там обратили внимание, что идет странный груз непонятно куда и с надписью «Петергов». Те, кто встретил этот груз на станции «Зима», поступили достаточно разумно, развернули его и направили в Ленинград. Лето 1893 года. Александр Третий в Большом Петерговском дворце принимает французскую эскадру под командованием адмирала Жерве. Гофмаршал князь Оболенский спросил государя, провозгласит ли он за обедом тост или скажет речь. Государь ответил, что будет тост за Францию, за адмирала и эскаду, на что Оболенский доложил, что в таких случаях по этикету следует играть гимн. И государь ответил, что так и следует поступить. Но Ваше Величество играть, но Ваше Величество это Марсельеза. Ах, князь, вы, кажется, хотите, чтобы я сочинил новый гимн для французов. Нет уж, играйте тот, какой есть. И когда после тоста государя в Петруговском дворце раздались звуки Марсельеза, это произвело сильное впечатление. В этом великолепном зале, отделанном по проекту Кваренги, Джаком и Кваренги, стоит один из самых замечательных сервизов, роскошный Гуриевский сервиз. Сервиз этот, сделанный в начале 19 века, в значительной мере отличается от того, что приготовляли в 18 столетии. Стол изменился, способ накрытия стала, подача блюд, все стало другим. Появилось так называемое накрытие русское, русский стол, которым пользуется и по сей день, кстати говоря, с порционным накрытием. И обслуживание. Вот здесь вы уже не увидите великолепного Сюртуда Табли, который был характерен для 18 века. Его заменяют здесь вазы для фруктов, которые, в общем-то, выполняют ту же роль. Акцентировать центр стола. И сегодня, когда рассматриваешь внимательно накрытый стол, например, гуриевским сервизом, то непременно замечаешь разные по возрасту предметы. Какие-то находятся на столе со времен изготовления. То есть, где-то с 1809 года вот эти великолепные тарелки, украшенные типами и народами России, они первого состава. Это видно и по черепку, и по той надписи, которая здесь располагается еще на французском языке. А рядышком может оказаться тарелка гораздо более свежая по возрасту. Например, вот эта. Возможно, она повторяет тарелку из первоначальных составов, но сделана уже при Николае Втором. 1898 год. Здесь уже и стоит дата. Хотя, здесь также надпись, расшифровывающая сюжет «Торговка яблоками». Но уже на русском языке это относительно молодой предмет. В первом составе сервиза чайная часть не предусматривалась. А потом появились вот эти самые чашечки. Они сделаны при Александре Третьем. Часть из них Николая Второго. И блюдц, как видите, тоже носит марки Александра Третьего. Это вот та часть, которая была добавлена. Непременной частью сервиза была стеклянная часть или хрустальная часть. Так традиционно сложилось, что его накрывали с хрусталем английским, лондонским хрусталем, министерским иногда так его называли, потому как его использовали часто для накрытия столов при приеме послов, которые тогда носили название министры. Приглашенные на банкет гости садясь за стол сразу узнавали, что их ожидает из лежащих у каждого куверта меню красочно разрисованных знаменитыми художниками. На обеде в честь приезда президента Франции Феликса Фора в 1898 году гостей подчевали черепаховым супом по-французски, волжским осетром по-московски, бушей с креветок, седлом барашка с овощами, ананасом а-ля Виктория. Оркестр исполнял увертюру из оперы «Жизнь за царя» Блинки. Сюда, в Петербургскую сервизную плодовую, попадали и другие сервизы, может быть, более камерные. Среди них этрусский. Этот сервиз нужен был для таких походных условий. В него входят такие предметы, которые практически не встречаются в других. Это прибор для полдника и завтрака по четырех крышках с миской, которая должна стоять на специальном возвышении. Оба эти предмета сегодня мы бы, наверное, назвали менажницей, потому что действительно, они экономят место на столе, менажер в французске беречь, экономить, они позволяют представить разнообразный набор кушаний. В этом же сервизе есть еще один интересный предмет, который называют приполоскательницей для рта. В домах, где думаешь встретить самое деликатное обращение, в конце десерта слуги подают гостям чаши с холодной водой, в которых стоят бокалы с теплыми. В присутствии всех окунают пальцы в холодную воду, как бы желая вымыть. Берут несколько глотков теплой воды, полоскают рот и выплевывают воду в чаши. Не один я высказывался против этого нововведения, которое настолько же бесполезно, насколько неприлично и неприятно для глаз. Закончился прием, разошлись гости, начинают сдавать посуду и выясняется, что исчезли вилки. Чьи места такого-то приходят, Иванов? Ну что же ты, куда ты сварял его? Как это произошло? И вот там очень трогательные рассказы, это документально, то, что я вам рассказываю, есть в архивных документ, этот человек грустно говорит, ведь с него же высчитывать будут, а для него это месяц бесплатно работал, а то и больше, надо кормить семью. Так вот, он говорит, да я видел, это генерал такой-то. Так а что же ты не подошел и не взял-то в него? Почему ты ему не сказал? Он видел, как тот прятал эти вещи? Не могу, генерал. Ну, ранг не позволял. И он брал на себя это и страдал от этого. И, кстати, подорез часто сажали за то, что не доглядел. На добрую и долгую память брали тарелки, салфетки с царскими монограммами, но российская промышленность, работавшая на императорский двор, восполняла потери. И те сервизы, которыми мы любуемся сегодня, дошли до нас в полном своем великолепии. Редактор субтитров А.Семкин